Мова, которая не потребует перекладу. Ирландские волонтеры приехали в Могилё с шерогом доброченных акций. Працуют гости, не глядяши на объёмы и сутность працы, просто тому, что их допомога зараз потребна. То, и что дорослые люди проезжают о мальпоусветок, обфорбовать плоты и детячие пляцовки в доме-детяте у далёкой Беларуси, может выглядать по-дивацку, коли не ведать особистую мотивацию. Волонтеры из Ирланды, объединенные не только своим церковным приходом, аль и агульно-человечными каштовностями робить неквалификованную працу, тому, что это для их натурально. У Ирланды уже давно нема подобных установ для детей. Такие малые одразу трапляют у приёмной семьи. Кожный из них может взять четырёх детей, а передние они проходят под рыхтоку. Я просто отчуваю, что мне нужно приходить и работать. Я сама на правах мате гостявой семьи занимаюсь маленьким хлопчиком некалький год за пар. Потому что, когда появилась такая махчимость, я сразу погодилася. Я веду, что у вас есть крамы, и вы навод зачинили ее, как приехать. Наво что? Наво что? Как допомогать. Я христианин. Допомогать тимшим – это нормально. Поколь волонтеры, занятые справой на улице, медсёстры занимаются головными героями – малыми. Их тут больше за сотню – от нуля до трех. В этот час все отпочиваются, кроме Артёма и Уладика. Тут сподяются, что до трех годов каждый из этих детей знает свою новую семью. Дети, отобранные по постановлениям комиссий, могут быть возвращены в семью при желании родителей, если будут устранены причины, послужившие основанием для отобрания этих деток из семей. По состоянию на 1 июня 30 детей устроено на семейные формы воспитания. Проект у Могилёвы ирландские волонтеры ладить в праздоброченный фонд «Благо». Да лучше цедаруху добра могут и жахары нашей в области. Многие же ходят в храм, приобщаются к святыням каким-то, да, вот какого-то благочестия ищут. А написано, что истинное благочестие – это вот помогать вдовам и сиротам. Коли вы хочете да помахче малым с дома детяти, телефонуйте. Седа Каспарова, Александр Артемий, Уновины, РГИОН.